Мы видим, что дети, так же как и взрослые, находятся на разных уровнях, что ли, зрелости, да, разной системы интересов и так далее. Это все их инструкторы, это все в течение первых нескольких недель их участие в виртуальном пространстве уравновесит их. Они сами найдут для себя тот уровень и по уровню, и по качеству общения, то есть стилю общения, или больше к научному, или к техническому, или к психологическому, или к естественному какому-то другому, или к культурному общению, к чему тяготеет ребенок, на каком уровне его это интересует и так далее. То есть для него открывается, наоборот, здесь огромная возможность. Он может одновременно участвовать в различных здесь обществах, как бы, в различных обсуждениях, в различных... То есть, ну, так же, как я перебираю программы там по телевидению, и я ищу, допустим, там программы о природе. Или мэццо, есть такой канал там с классической музыкой, вот, и так далее. А других интересует там ковбой. Я не говорю, что плохо или хорошо, но есть тысяча каналов. Значит, это должно быть перед ребенком. Это должно быть перед ребенком, и он должен себя найти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!